Здравствуйте, товарищи! Добрый вечер! Здравствуйте! Здоровенькие булы! Вот, мои украинские друзья, белорусские, я сейчас за Белоруссию переживаю, за всё, а больше всего за белорусские сады, но это потом. Значит, смотрите, ну какие новости? Мелба, это первая паданка, но последняя упадет только через месяц, размазанное возношение, и целый месяц ешь, 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 не то что раз в неделю и пустое дерево. Вот, угощаю. Спасибо. Ну, паданка упала первая лада, ещё раз говорю, лада уникальна так, так же как абрикосомов, то есть и нашим и вашим, и морозостойкая, и вкусная, всё-всё-всё. Вот, показываю на экран, и это не новинка, просто я раньше не догадался, вот мы третий год с вами, вот смотрите, самая крупная из Китая, самая крупная. То есть, деревья, которые никогда не плевали, ни в 20 веке, ни в 19 и даже в 21, значит, молодые деревья, не все, дают вот такие плоды. Вот, вкус, Иван, клади в рот, вот, попробуйте. Вот, это, ну, я её называю красно-жёлтая. Настоящая слива. Настоящая слива, уникальная тем, что каждый год урожай, каждый год морозостойкость выдерживает, морозы, и вкус не теряет, и неприваемый. Вот, пожалуйста. Это пока не новинки, но по ходу. Так, теперь давайте про дела. Значит, то есть, смотрите, ещё раз пару слов. Косточки вот эти годны уже к посадке. Ну, и отбор какой-то есть, всё-таки берёшь дерево, которое мелкое, это же она же, только мелкие плоды есть, где вот такие, это считается отбор. Ну, это, нет, это среднее, бывали ещё крупнее. Ладно, проехали. Теперь смотрите, о чём и пойдёт речь. Лекция доктора О. Лока. Умершие доктора не лгут. В двух словах. Нет смысла слушать и следовать советам докторов, говорящих о долголетии и умерших в самом расцвете сил. Смысл поняли? Переходим к садоводству. Касается ли это садоводство? Человек прожил жизнь, ещё и умер. А предъявить хоть одно дерево, учил, учил. Как правило, дело в том, что направление беседы будет касаться Елены Александровны. А я почему не назвал её Ивана? Ну, мне показалось, что уже все привыкли. Ну, допустим, есть несколько новичков на экране сейчас. Поэтому Елена Александровна Савельевич, выпускница, стипендиант президента, красный диплом, курсы по повышению вместе с докторами наук получила. Вот, в этом, в Мечуринске, так. Вот, ну, будущее светило. Я спросил, кем будешь, когда вырастет. Сказал, не знаю. Вот, ну, я надеюсь, что... Вы надеетесь, что он будет в нашей среде. В моем биополе, да. Вот, не зажим тут. Вот, поэтому, к чему я говорю? Сегодня Елена Александровна будет сделана от нашего коллектива предложение. Реально так. Теперь, смотрите, до сих пор нас учили те, кто не выращивал садов. Это, оказывается, вот сама практика и, как её назвать, технология агротехника. Она настолько проста, что можно выучить за один день. Так, вспомните этих фей, которые учили это. Ну, я ещё ниже попрекалываю, чтобы привет привести. А нам теперь нужны люди, которые постепенно-постепенно вытесняют всю эту доль, потому что надеются на официальные органы нельзя. Все мои попытки отправлял президенту, потом она попала министром, потом к этим самым, потом, 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 потом. И ещё и ответы. Даже спасибо не сказали. Это книги, это диски, это всё, что можно было. Вот, то есть им это не надо. Будем снизу. Смотрите, как. Значит, вот это вот пример. Я только нашёл фотографию яркую, да, как уничтожают деревья. А для кого-то это норма. Вот. Это была подготовка. Подготовка. И вдруг, час или два назад, Мезинов Олег Олегович присылает, уже наш с вами знакомый, вот это письмо. Сейчас поймёте, к чему я клоню. Здравствуйте. Смотрите на досуге данное видео. Как наш брянский специалист, там же институт. Не просто так. Там ведущие специалисты по чережне, да? Вот. С большой буквы учат садоводству местный люд. А я на их фоне со своей правдой, как белая ворона. До хрипоты доказываю, что всё это бред от начала и до конца. Но куда мне, молодому садоводу, против этих гигантов садоводства? Спасибо, что открываете глаза, с гордостью считаю своим учителем. Ну, так оно, скажется, почему я так говорю? У нас врагов сейчас количество и вот этих вот учителей-гигантов утистеряется. Как? Это новое явление. Я вынужден ему посвятить немножко времени. А потом поймёте, почему. Вот. Вот это он прислал фотографию, да? Ну, естественно, что я такие фотографии, он же мой ученик, а я таких выставлял десятки. Там все ветки доедины вниз растут. А я их называю страшный сон садистов. То есть их надо все доедину отрезать. Вот все, потому что они имеют права быть. Вот. А он молодец. Он уже сам, видите? Вот. Когда-то мы допустим. Он будет зам по Брянску. А кто-то зам по Приморью. Ну, и так далее. А что-то перевернулось. Нет, не перевернулось. Это ветка вверх ногами вещей. Ладно.